Мы находимся в Батуми. Есть у нас жители, которые разговаривают на русском языке. Вот они сейчас расскажут. Пять лет уже живут в Батуми. Что им нравится, что им не нравится. Марина, правильно? Да, правильно. И как нашу принцессу зовут? Мелисса. Мелисса. Мелисса, давай начнем с тебя. Сколько тебе лет? Дядь. Четыре. Четыре. Молодец. Тебе нравится жить в Батуми? Да. А что тебе нравится в Батуми? Мне нравится все. Все нравится. А друзей у тебя много в Батуми? Да. Ну, супер. И мальчики, и девочки, да? Да. Понятно. А что тебе в Батуми нравится больше всего? Море или гулять, или садик? Мне нравится больше всего садик. Больше всего садик. А в садике воспитатели говорят на русском языке, да? Да. Да. Поэтому они кабачок обчитывают. Понятно. Вот. Мелисса, а скажи, пожалуйста, ты в садике, вот когда ходишь в садик, у вас много деток в группе? Да. Сколько? Вот столько у нас деток. Тринадцать? Двенадцать. То есть, в принципе, группы небольшие. А что тебе нравится больше всего кушать? Мне нравится суп кушать. Суп. А мясо ты любишь? Да. А мясо мама готовит вкусное? Да. Шашлык? Нет. Что-то мама не уверена в этот момент. А что ты больше всего любишь? Курицу, мясо или рыбу? Рыбу. Рыбу. Вот. Морепродукты. Правильно. За здоровое Тань. Я хочу поиграть. Поиграть. Все. Мы пришли поиграть в парк. Привет всем. Поздравь всех. С наступающим. С наступающим Новым годом. Вот умничка. Скажи привет из Батуми. Мама скажет нам. Все. Мы побежали гулять вон туда на детскую площадку. Ничего, Марин? Так. Марина, расскажите нам, пожалуйста, сколько лет вы живете в Батуми? В Батуми мы живем пятый год. Приехали мы с Краснодарского края. И вот пятый год уже находимся в Батуми. Что вам нравится, не нравится? Есть какие-то нюансы? В Батуми, в принципе, мне нравится все. Я привыкла. Мне нравятся люди. Мне нравится сам город. А как климат? Климат? Ну, батумский климат. Иногда очень жарко. Иногда неделями идет дождь. Но это зимой, да? Ну, зимой. Иногда и весной, и летом тоже. Когда начинаются дожди, то они идут. А вот зимой в основном средняя температура сколько? Плюс 14, плюс 13. Я поняла. Плюсовая температура. Марин, скажите, пожалуйста, вы сейчас очень много новостроек в Батуми. Орби Групп очень сильно рекламируется. Насколько я успела узнать, 79 всего застройщиков. Но как бы у нас на Украине известно в основном только Орби Групп. Обхвально ли качество в Орби Групп? Как по мне, я бы, например, не приобрела жиле в Орби Групп. Мне не нравится. Многим не нравится. Но это... Каждому свое. Каждому свое. На вкус и цвет. Марин, еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот есть новостройки, у них есть как бы нюансы. Есть, я насколько успела узнать, отопление индивидуальное у нас называется, двухконтурный котел. Здесь оно называется центральным почему-то. Центральное? Да. Ну, индивидуально это у тебя индивидуальное... Котел висит, да. Да, бойлер стоит, твое индивидуальное отопление. Что такое карма? Карма это такой обогреватель. Там он по квадратуре есть 60 квадратов, есть 120 квадратов. Но он хороший или ну как? Рекомендуете или нет? Не рекомендуете. Особенно если есть в семье дети, я думаю, что карма это нет. Марин, есть какая-то проблема языкового барьера в Батуми? Вот вы 5 лет живете. Ну, в начале, да, чувствовалось, а вот последние 2-3 года, мне кажется, все-таки русский язык как-то более... Уже многие разговаривают. Да, многие разговаривают. Английский, многие. То есть, в принципе, английский достаточно знать, да? Понятно. Марин, вы живете на съемной квартире, правильно? Да, да. Но планируете покупать себе жилье? Да. То есть, в принципе, выбор большой и есть варианты рассрочки, и они беспроцентные, правильно? Да. Есть. Все. То есть, вы рекомендуете жить в Батуми? Я рекомендую. Мне очень нравится. Люди хорошие, очень гостеприимные, доброжелательные. Не знаю. За 5 лет меня никто не обидел в Батуми. Мне нравится, моему ребенку самое главное нравится. Все, и тогда поздравления с Новым годом. С наступающих всех, всех благ, всего самого хорошего, мира. Самое главное – мира. Спасибо большое, Марин. Все. Здесь в Батуми есть какая-то проблема с обучением детей на русском языке? Года 2-3, да, была проблема вот такая вот, не было русскоязычных садиков. Может, я не находила. А сейчас открыли неплохие детские сады дошкольного образования русскоязычные. Школу открыли русскоязычные, очень много русскоязычных детей, потому что у меня ребенок тоже ходит в русскоязычный садик. Но школа же не одна на русском языке, насколько я знаю. Две школы, да, третья и седьмая, я знаю, что они русскоязычные. И уровень образования нормальный, да? Неплохой, сказала бы, да, неплохой. Спасибо большое, Марин. Велосипед Украина, товарищи. Так что, где бы ты ни был, родиной пахнет везде. Это вот самое блатное казино в Батуми Эклипс. В общем, что-нибудь уже круто солнце. А, вот, все вижу. Вот, работает открыто. Самая большая площадь, у него 4,5 тысячи квадратов. И персонала больше 300 человек. А там у нас уже аэропорт.